Дорогая, я дома! Дорогой, мне нужен новый пушап! А это мне зачем? Тут пушапа-то нет! Дорогая, здесь нет нового пушапа, здесь есть только старый, скучный, неинтересный! Попробуй посмотреть в группе Пушкина ТВ! А, точно! Новый пушап! Ах, вот же он! Дорогая, иди смотри новый пушап! Лучше я не буду так тянуть слова! Всем привет! Никто не идеален! Для тебя, не для меня! Ха, ты что? Всем привет, это новый вечерний пушап в студии, с вами я, Пашка! Что же, в этой передаче мы с вами обсуждаем новости Пушкина и Пуштинского округа, смеемся над ними, потешаемся и доводим каждую новость до абсурда! Ну что, заинтриговал? Тогда переходим к новостям! А, начнем мы с того, что юные футболисты примут участие в первенстве Пушкинского округа по мини-футболу для взрослых. Из-за того, что футболисты юные, к чемпионату они допускаются только в присутствии взрослых. Ну, то есть своих родителей. 18+, как-никак. Взрослые. Понятно? Очень стыдно. А чтобы подготовить юных футболистов к первенству для взрослых, им для начала показали фильмы для взрослых, сводили в магазин для взрослых, между тренировками их заставляют ходить на работу. Честно сказать, не многим из юных футболистов это понравилось, а, откровенно говоря, и кому. Чтобы победить в первенстве, ребята решили применить тактику знаменитых футболистов. Ну, напиться в баре и побить кого-нибудь. Но есть один большой плюс. Так как ребята еще юны, вся ответственность перейдет к их родителям. Маленький хулиган. Ну, а мы по традиции перейдем к следующей новости. Ведь традиционный областной конкурс флитистов впервые пройдет в Пушкино в дистанционной форме. Дистанционной форме. Так, наверное, будет правильнее, но примите уж так, как есть. Что хочется сказать? Сейчас даже конкурсы переходят в этот самый дистанционный формат. Ну, так же, как и мое идеальное тело держится на дистанции от меня. На дистанции размером в два года упорных тренировок. Впервые на этом конкурсе можно будет победить не только с помощью своих музыкальных талантов, но и с помощью, например, магии монтажа. Дистанционная форма принятия участия в этом самом конкурсе подразумевает то, что все участники будут отправлять на конкурс свои видеозаписи. Важное уточнение то, что видео должны быть 2019-2020 года, то есть свежие. А вообще, мне понравилась эта идея. Я, конечно, флейтой никогда не занимался, но решил попробовать. Ну, а мы поедем дальше, потому что следующая новость про то, что в Пушкино местный житель дал погонять иномарку парню и лишился машины. А я в детстве дал погонять однокласснику свое хорошее чувство юмора, но, как вы могли заметить, он до сих пор его не вернул. Я на месте местного жителя лучше бы дал погонять девушке. Ну, так, просто менее обидный. Ну, машину. Конечно, машину. Хорошо, что он лишился машины, только машины, а не головы. Это была бы уже совсем другая, нетрадиционная история. В общем, следите за тем, кому вы даете погонять. А лучше гоняйте сами. А лучше вообще не гоняйте. А то я слышал то, что это очень опасно и вроде зрению вредит. Но это не точно. А следующая новость гласит нам о том, что основная часть работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах перенесена на 2021 год. До того момента, как подъезды не отремонтируют, рекомендовано пользоваться окнами. Я ***, брат! А жителям верхних этажей рекомендовано не забывать парашюты. Орешки! Идиоты! В той обстановке, в которой мы сейчас живем, очень жалко то, что этот самый ремонт подъездов нельзя провести дистанционно. А так бы могли закончить и в 2020 году. Ребята, берите на заметку оправдание. Вообще хорошо, что ремонт все-таки перенесли на 2021 год. Но Олимпийские игры тоже перенесли. Будем ждать так же, как и Олимпийские игры. Ремонт в многоквартирных домах. В Пушкино вандалы разломали несколько каруселей на новой детской площадке. Это очень хорошая детская площадка была до того, как ее не разломали пушкинские вандалы. А я решил лично проверить, насколько же там все разломано этими самыми пушкинскими вандалами. И отправился на место событий. Ну, не только чтобы проверить, но и чтобы дать... Дать советы. Возможно ли вообще пользоваться площадкой в таком сложном и страшном мире вандалов. Ну что же, смотрим. Мы с вами находимся напротив места преступления. Здесь еще остались целые карусели, качели и некоторые лазилки, на которых сейчас лазят дети. Но сейчас можем подойти к полностью практически разрушенной качели. И я покажу вам, как все-таки можно получить на ней удовольствие. Пойдемте. Что ж, я хочу немножко нагрешить на почтовых голубей. Они довезли мне всю почту. И часть новостей, которая должна была быть у меня на карточках, оказалась у меня в телефоне. 7 миллионов рублей. Именно столько задолжали жители Ашукино за вывоз мусора. У моих коллег по пушкинскому телевидению оказался репортаж. Буквально с места событий. Где видно, а что самое главное слышно. Как ребята в то время, как записывается этот самый репортаж, уже устраняют должников. Посмотрим. Все, все, все через... Вы сами все слышали. Так что, если вы еще не оплатили вывоз мусора, тогда они уже идут к вам. И напоследок поговорим про лужи. Ну, а про что же еще? Ведь на дворе уже осень. Лужа на Московском проспекте остается на своем законном месте. Как бы с ней не боролись и что бы не происходило в этом замечательном мире. А если быть точнее, то в Пуштинском округе. Этой лужи впору заводить свой аккаунт в соцсетях, как и той лужи, про которую мы уже рассказывали в прошлом нашем выпуске. Кстати говоря, если вы его не видели, то переходите и смотрите его. Переходите через дорогу, конечно же. Именно эта лужа провожает вас на работу и встречает с нее. Именно эта лужа многим из наших сограждан заменила друзей. С этой лужи начинается купальный сезон. Ведь если лужа высохла, все уже знают, что пора идти купаться. Конечно же, многие люди не найдут пути домой, если не встретят по дороге эту замечательную лужу. Ну, а мои коллеги еще 7 лет назад проводили конкурс по прыжкам через эту огромную лужу. Давайте посмотрим. Пушкинская народная забава. Прыжки на подгонах через ледяные лужи. Некоторые несознательные граждане пытались обойти место соревнования. Но искусственные устроители дорог сделали это практически невозможным. Вот так вот было 7 лет назад. Ну, а я считаю то, что эта лужа должна оставить свой след в истории города. Не трогайте лужу, забудьте. И то, что под лужей тоже не трогайте. Поставьте мост, пусть все комфортно поднимаются по нему, смотрят на замечательную лужу, кормят уточек, ловят рыбу. Все, как мы любим. И самое вкусненькое мы оставили на конец нашей передачи. Это замечательная завершающая рубрика «Бесполезные советы». Итак, если вы вышли в грязную погоду в белых кроссовках, не забудьте взять с собой замазку. И как только на вашей белоснежной обуви появится какая-нибудь грязь, вы просто достаете замазочку и замазываете грязь белоснежной замазкой. Очень много замазки вам придется носить с собой, но что поделаешь, это были все бесполезные советы на сегодня. Новый вечерний пушап подошел к концу. С вами в студии был я, Пашка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok